МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Региональный информационный центр высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань открыли в Нижнем Новгороде на Московском вокзале. Самой магистрали, правда, еще нет. И когда будет неизвестно, правительство России не приняло решение о реализации данного проекта. Но рассказать о нем решили хотя бы пассажирам. ВСМ – это новая железнодорожная линия, на которую пусть ездят поезда с скоростями от 200 до 400 км в час. А что это значит? Это значит, что человек может добраться из Казани до Москва до 2 км в час. 400 км в час пока только в теории. Скорость сапсанной ласточки на участке от Москвы до Нижнего пока не превышает 160 км в час. И назвать их высокоскоростными поездами язык не поворачивается. Впрочем, железнодорожники пообещали до конца текущего года время в пути сапсана сократить, а в перспективе даже построить магистраль, которую свяжет Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. По расчетам, время в пути от пункта А до пункта Б составит 3,5 часа, то есть ровно столько же, сколько сейчас сапсан добирается из Нижнего в Москву. Для этого даже создали ассоциацию регионов-участников проекта высокоскоростной магистрали. Я подпись от Нижегородской области поставил. Буквально в течение короткого времени все остальные поставить. Начнем работать. Планируется, что в Нижнем Новгороде появится крупный интермодальный центр, а станций будет две. Одна на вокзале, вторая в районе аэропорта. Здесь будет транзитный узел. В случае, если проект будет реализован, аэропорт выйдет на новую ступень своего развития. Мы рассчитываем, что минимум 5 миллионов пассажиров ВСМ дополнительно привезет к тем нижегородцам, которые сегодня летают. Поэтому мы считаем, что к 2020 году, в случае, если в 2018 году, например, ВСМ запустится, то рубеж в 10 миллионов будет сложный и того в аэропорту. Ну, в общем, достаточно реализуемый. Затраты на строительство высокоскоростной магистрали оцениваются в 3 триллиона рублей. Даже инвестсовет Нижегородской области за все время своего существования проектов на меньшую сумму одобрил. Вопрос, где деньги взять, витает в воздухе. Китай вроде бы пообещал вложиться, но обещать не значит инвестировать. Журналисты поинтересовались, зачем тогда нужен такой центр. Информационный центр – это такая же часть реализации проекта, как финансирование, как технологии, потому что один из главных рисков – это риск общественного. Я по-простому говорю, да, для чего нужен проект, чтобы распилить деньги. Вот же год мы назад, как говорили, давайте своими словами называть. Это не для этого нужно. Ясности ответ не добавил, но в конце концов в Нижнем появилась новая традиция открывать то, чего нет. На днях же открыли в городе памятник дяде Стёпе, которого тоже еще нет. Решение о реализации этого проекта еще пока даже не принято. Но как только будет принято, мы обязательно узнаем об этом в Едином информационном центре. Садоводческий комплекс «Родник» уже давно не был комфортным местом для отдыха садоводов, на чьи участки разрастается огромная свалка. Но теперь даже журналисты, которые приезжают на место, чтобы осветить ситуацию, встречаются не только с недружественными взглядами, охранников, в людей бросают камни. В дело вмешалась полиция и администрация района. На месте побывала Александра Рьянова. Попытки остановить ввоз мусора на территорию садоводческого товарищества «Родник» потерпели неудачу. Несколько дней назад садоводы совместно с администрацией советского района общими силами установили бетонные блоки и перекрыли мусоровозом въезд. После этого мусор на территорию товарищества завозить перестали. Однако баррикады не простояли и недели. Часть бетонных блоков сдвинута. Глава советского района областного центра не исключил, что в ближайшее время на организатор в свалке может быть заведено уголовное дело. А пока один-два в пользу свалочного бизнеса. Литературно-художественный журнал «Нижний Новгород» обещали возродить в начале этого года культуры. И на этой неделе его презентовал Захар Прилепин. Ким Андреев расскажет об этом. Международный бизнес-саммит начинается в Нижнем Новгороде, как всегда, с насыщенной программой мероприятий. В ближайшие дни здесь, на Нижегородской ярмарке, остаются десятки конференций и обсуждений. Но уже по доброй традиции начинается все здесь, в Доме прессы. Причем не с бизнес-обсуждений, а с презентацией вот такого литературного журнала «Нижний Новгород». Толстый сборник художественных произведений самых разных жанров переживает свое второе рождение. Издавать в Нижнем его начали еще в 97-м году, но уже в начале нулевых он фактически умер. Возродить журнал удалось благодаря огромному желанию самих авторов и финансовой помощи со стороны Министерства культуры. Главным редактором издания стал известный нижегородский писатель Олег Рябов. Новые стихи и рукописи, по его признанию, он получает чуть ли не ежедневно. А это значит, что с литературными талантами в Нижнем Новгороде проблем нет. Ведь во все времена главное для писателя достучаться до аудитории. У нас в Нижнем Новгороде одна из сильнейших писательских сообществ в стране. Я могу, кроме того, что у нас там больше ста членов Союза писателей России, и что ничего никому не бывает, сказать, что могу сразу назвать 15 человек, писателей, авторов, которые регулярно печатаются в московских издательствах. В первый номер журнала попали произведения более 50 мастеров эпистолярного жанра из Нижнего Новгорода и других городов страны. Среди авторов и популярный российский писатель Захар Прилепин, который вошел в редакционную коллегию возрожденного издания. С появлением литературного журнала в городе, по его словам, в лучшую сторону должно измениться и сознание самих горожан. Всякий журнал, который появляется, всякая иерархия, она упорядочит на наше сознание. И мы начинаем понимать, что такое проза, что такое очерк, что такое стихотворение, что такое мы сами. Это как бы схрон, где самое важное должно быть сложным. Журнал будет выходить 4 раза в год, но в планах издавать его каждые 2 месяца. Никакой финансовой выгоды организаторы издания не преследуют. Они, напротив, убеждены, что место литературного журнала не на прилавке магазина, а на библиотечной полке. Стоимость получения водительского удостоверения со следующего года может вырасти до 6,5 тысяч рублей. Авторы инициативы надеются, что это заставит кандидатов более качественно подходить к вопросу обучения в автошколе. В Нижнем Новгороде появится комплекс весогабаритного контроля. Власти обещают, что в следующем году на основных выездах в город будут действовать 9 постов. Ориентировочная стоимость всех комплексов – 253 миллиона рублей. Предполагается, что штрафы принесут в казну 595 миллионов. Всероссийский конкурс молодой предприниматель России проходит в 60 регионах страны. Победители региональных конкурсов отправятся в Москву в октябре, чтобы расширить границы бизнеса за пределы региона. Победители федерального этапа будут награждены президентом страны. От Нижнего Новгорода впервые участвуют трое. Нарушители правил парковки теперь смогут получить квитанцию на оплату штрафа и в Нагорной части города. Ранее наши городские депутаты не раз поднимали вопрос о том, как много сил и средств тратится на то, чтобы вернуть свою машину со штрафстоянки, куда ее эвакуировали. Репортаж Кима Андреева. Кажется, это свершилось. Нижегородцы, нарушившие правила парковки, смогут теперь получить протокол на оплату не только в Заречной, но и в Нагорной части города. Об этом со ссылкой на главу департамента транспорта сообщили журналисты и newsn.ru. По словам начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения регионального ГИБДД Игоря Михайлушкина, сделать это можно по адресу улиц Родионова 169 с 13 до 22 часов. Напомним, раньше о таком можно было только мечтать, чтобы оплатить штраф и забрать свое авто. Со штрафстоянки нужно было преодолеть путь из верхней части города в Нижнюю и в обратном направлении. С учетом пробок, время в дороге составляло не менее трех часов. Несколько месяцев назад этот вопрос на специальной комиссии поднимали депутаты городской думы Нижнего Новгорода, которые просили управление ГИБДД разобраться в этой проблеме. Здравый смысл восторжествовал. Теперь не нужно делать совершенно не необходимых действий для того, чтобы оплатить штрафы. Ну, это позитивная, безусловно, новость для всех автолюбителей, особенно в верхней части города. Актуальность и массовость этой проблемы доказывает и статистика. По данным все тех же ГИБДД, ежедневно правила парковки в областном центре нарушают более ста автомобилистов. Спортивные успехи футбольного клуба «Волга» уже давно не существуют как понятия. Хоккейный клуб «Торпеда» начал сезон сразу с двух проигрышей. И только борьба пока остается сильным местом нижегородцев. Вячеслав Василевский завоевал титул чемпиона М1 Челлендж. Так встречают чемпиона. Чемпиона мира М1 Челлендж. Вячеслав Василевский одержал оглушительную победу на международном турнире по смешанному боевому единоборству М1 Челлендж, сокрушив своего противника, действующего чемпиона Рамазана Эмеева. Каждый раунд на пределе возможностей. И лишь последние секунды четвертого решили исход поединка. Василевский отправил Эмеева в технический нокдаун и стал новым чемпионом мира. О сопернике Василевский говорит с уважением. Вспоминает, бой был бескомпромиссным, противник опасным. Было видно, что он очень сильно мотивирован именно на бой со мной. Поэтому он был очень опасен. Ну а насколько получилось серьезное сопротивление, в принципе, конечно же, видно даже по мне. Поэтому очень серьезное, да. Как сообщил нам Василевский, этот бой и эту победу он посвятил своей девушке Татьяне, которая, конечно, приехала встречать своего чемпиона в аэропорт. Был напряженно все. И подготовка, и само боление. И даже некоторые секунды я выходила, не смотрела. Просто мы заранее договорились, что я выиграю. И поэтому она уже знала результат. Другого быть не могу. Поединок между Василевским и Эмеевым признан лучшим боем года по версии М1 Челлендж. Горький ТВ присоединяется и поздравляет славу с победой. И это далеко не все темы, которые осветил Горький ТВ на этой неделе. Смотрите, читайте Горький ТВ и вступайте с нами в диалоги в социальных сетях. Хороших выходных!